Добрый день! В эфире программа «Парадокс» с вами ведущий Степан Демура. Сегодня у нас очень интересный гость и очень интересная тема. В гостях у нас Валентин Юрьевич Катасонов, доктор экономических наук, профессор МГИМО и председатель Русско-экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова. Обсуждать мы будем бесполезный, презренный атовизм и центральные банки. Мы, наверное, коснемся такого абсолютно бесполезного существа. И бесправного, как центральный банк России. Добрый день, Валентин Юрьевич! Добрый день всем! Во-первых, экономическое общество имени Сергея Федоровича Шарапова, не могли бы вы пояснить радиослушателям, почему Русско-экономическое общество назвали именем этого человека? Вы знаете, общество возникло два года назад. Мы встречались на мероприятии, посвященном столетию со дня смерти этого выдающегося русского экономиста-финансиста, общественного деятеля и предпринимателя. И как-то народ не хотел расходиться и стихийно приняли решение о том, что наша встреча становится постоянно действующей. Так родилось русско-экономическое общество. Ну а что касается Сергея Федоровича Шарапова, то это, к сожалению, до сих пор мало знакомой аудитории и даже специалистам, которые себя позиционируют как экономисты и финансисты, специалист в области денег, кредита, финансов. Ну и надо сказать, что, как всякий русский человек, Сергей Федорович Шарапов владал поистине гигантской эрудицией и рассматривал финансы и деньги в контексте, будем так говорить, цивилизационных масштабов. Соответственно, и деньги у него тогда становились такими выпуклыми, понимаемыми, и действительно он сумел формулировать такие рекомендации, такие идеи, которые, кстати говоря, потом уже после 17-го года использовали в практике построения денежно-кредитной системы Советского Союза. Это совсем короткая справка. Как раз, надеюсь, у нас останется достаточно времени поговорить о системе денежно-кредитной Советского Союза, потому что существующая система, по-моему, на мой взгляд, уже себя немножко изжила, и мы сейчас наблюдаем такое небольшое, как бы сказать, сдувание пузыря, мягко уражаясь. Ну, первый вопрос, который хотелось бы вам задать, вот, когда много лет назад я стал говорить о золоте, что товарищу золото, надо покупать золото. У меня золото есть монетарная функция, на меня смотрели как до последнего идиота и говорили о том, что, ну, золото такой атовизм, презренный металл, который не платит дивиденды, вообще абсолютно бесполезен, в промышленности практически не используется, скажем так, не сильно, в основном его носят женщины и девочки. И что его покупать? Есть ли у него монетарная функция? Как оказалось, монетарная функция у него осталась, несмотря на все усилия центральных банков мира. Вот, это на мой взгляд. Как вы считаете, у золота осталась монетарная функция? То есть, золото это резервная валюта, деньги? Вы знаете, конечно, вы правы, что делалось все возможное и невозможное для того, чтобы не завести золото с его пьедестала денежного металла. Ну, даже само слово демонетизация золота означает, что как бы неким решением, политическим, юридическим решением, значит, золото было разжаловано в обычный биржевой товар. Это произошло в 70-е годы, когда то ли рухнуло, то ли была в плановом порядке демонтирована Бреттон-Вудская валютная система. И, как вы знаете, ядром Бреттон-Вудской валютной системы был доллар и золото. Они были на равных. Остался один доллар. Золото, значит, якобы было демонетизировано. Но вы сами понимаете, что есть некие вещи де юра, а есть де факто. А де факто золото, конечно, полностью не исчезло из денежного мира. И удивительно, остались какие-то атовизмы. Скажем, центральные банки в составе своих международных резервов продолжали сохранять золото. И более того, она даже по-прежнему называлась монетарное золото. То есть старались из устава Международного валютного фонда изъять все упоминания о монетарных функциях золота. А вот в лексиконе центральных банков монетарное золото осталось. И при этом центральные банки говорили, что золото утратило свои денежные функции. Очень смешно. То есть наши финансисты и банкиры иногда говорят фразы типа «казнить нельзя миловать». И вот в этой двусмысленности мир пребывал, будем так говорить, почти четыре десятилетия. Почти четыре десятилетия. Сегодня, кажется, приходит конец этой двусмысленности. И золото все более уверенно позиционирует себя как деньги. Я могу и дальше развивать эту мысль. А у меня вопрос сразу возникает. Вы произнесли очень интересную фразу. Почти что теория заговора, что центральные банки и монетарные власти всего мира пытались демонетизировать золото. Ведь сейчас превозносится как великий экономист и великий банкир некто Волкер, который считал достижением своей жизни демонетизацию золота. То есть практически США-то объявили дефолт по доллару, если так вот говорить человеческим языком. Это интересно. Вот слово «дефолт». Я хотел бы на слове «дефолт» остановиться. Сначала вы ответьте на мой вопрос, а потом остановитесь на слове «дефолт». И вот он считал это величайшим достижением в своей жизни. И когда говорят о золоте, то мне почему-то всегда вспоминается, как у нас говорили, политическая простудка Гринспен, который в 1966 году написал очень интересную работу. Назывался она «Gold and Economic Freedom. Золото и экономическая свобода». По-моему, даже в 1967 году она была включена в книжку Эн Рент. Где он, в общем-то, обосновывал, что действительно валюта, которая... Золото является валютой, и депрессия 29-го года случилась с в основном стараниями ФРС. И практически неконтролируемым расширением кредита. Но потом Гринспен, правда, посвятил всю свою жизнь обратному. Бартия приказала. Да. Ну, конечно, он же в середине 70-х тому же Волкеру, который был тогда председателем ФРС, написал письмо о том, что нужно демонетизировать золото и всячески способствовать снижению цены на золото. Вот почему это делалось? Вот вы упомянули имя Волкера, а я еще до начала нашей встречи почему-то написал «Пол Волкер». Вот удивительно, да. Действительно, интересно. Дурак дурака видит издалека. Да, да, да. Такая фигура знаковая. Действительно, Пол Волкер уже досиживал последние годы председателя ФРС, но он выполнил важнейшую задачу, которая была перед ним поставлена. Я даже помню его высказывание. Он говорил, вот мы демонетизируем золото, золото начнет дешеветь, и вообще золото совершенно бесполезный металл, и цена его будет чуть выше, чем цена железа. Помню такие фразы Пола Волкера, я тогда уже в аспирантуре учился. Ну и золотишко ушло на 850. Да, да, да. Ну, это произошло 850 январь 80-го года. Да. Прошло-то всего там несколько лет, действительно. Вот, так что Пол Волкер, безусловно, был выразителем интересов той части акционеров ФРС, которые устали жить в этом прокрустовом ложе золотых ограничений. Им необходимо было раскрутить, раскочегарить печатный станок. Потому что депозиты — это шекели, шекели. Ну, конечно, конечно, да. И, естественно, что, конечно, ведь любой золотой стандарт, его не надо понимать буквально, что, значит, под одну денежную единицу золота выпускается там один бумажный денежный знак. Ну, или сейчас электронный. Безусловно, что такой идеальный золотой стандарт существовал только в России во времена Сергея Юрьевича Витта. Мы, как всегда, святее по-прибскому оказались. Остальные работали под разный процент. Кто-то работал под 40, кто-то под 20. И на самом-то деле... Ну, Банк Англии, он же плавал постоянно. Да, да, да. И на самом деле я вот пытался понять, а кто контролировал? Кто контролировал, собственно говоря, выполнение этого норматива? Вот говорят, стандарт. А у каждой страны был свой стандарт. Тем более, что стандарт плавающий. Ну, и на самом деле, видимо, даже такой плавающий стандарт он уже тяготил тех ребят, которые хотели действительно получать... Валентин Юрьевич, вынужден вас прерывать. Мы должны уйти на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Добрый день. Снова программа «Парадокс». Телефон в студии 6510-996. Код города 495. У нас в гостях Валентин Юрьевич Катасонов, доктор экономических наук, профессор МГИМО. И обсуждаем мы золото и Центральные банки, и Центральный банк России в частности. Валентин Юрьевич, был вынужден вас прерывать. Да. Значит, мы говорим, почему все-таки произошел отказ от золота-долларового стандарта в начале 70-х годов. Если мы откроем любой учебник, там достаточно банальный и не вполне верный ответ. Что, мол, у Соединенных Штатов уже стал скудеть золотой запас, и они уже не в состоянии были выполнять свои обязательства по размену долларов на золото, по тому фиксированному, будем говорить, курсу, 35 долларов за тройскую унцию. Только, по-моему, с 33-го года был, да? Да, совершенно верно. Совершенно верно. До этого было 20 долларов за тройскую унцию. 24 там, да, что такое. Ну, 20 там с копейками, я округляю, да. Ну, а когда там золотишко в Соединенных Штатах конфисковали по этой цене, то на следующий же день сделали 35, да. Собственно, Франклин Рузвельт, который подписывал соответствующий указ, он и сам не мог ответить, почему 35. Ему так сказали, он и подписал, да. Масоны. Да, да. Ну вот, так что здесь ситуация такая, что вроде золотишко стало не хватать, а потребности для обслуживания международной торговли, международных инвестиций росли быстрыми темпами. Вот примерно такой ответ в любом учебнике. Но, с моей точки зрения, это лукавство, потому что было достаточно много сторонников сохранения золотого, золото-долларового стандарта. Как ни странно, это были французы, хотя там были определенные напряжения в отношении к Франции с Америкой, но французы предлагали разные варианты сохранения золотого стандарта. Любят французы золото, ничего не сделаешь. Вот. Самый простой вариант — повысить цену на золото. Ну, это, конечно, условно, потому что деньги цены не имеют, они измерители цен. Но, тем не менее, значит, 35 можно помножить на 2, вот будет, собственно говоря, другой золотой паритет американского доллара. И проблема была бы решена. Есть и другие варианты, скажем, я уже в то время был на первом-втором году обучения в аспирантуре, и прекрасно помню, как собирались люди в Международном валютном фонде, обсуждали возможность, скажем, увеличения эмиссии специальных прав заимствования для того, чтобы как-то решить проблему нехватки международной ликвидности. Ну, на самом-то деле, конечно, главная причина заключалась в том, что хотели снять золотой торм из печатного станка. И уже люди как бы себе представляли хозяева печатного станка, что после этого будет. И как они обогатятся. Да, после этого началась либерализация. Так называемая. Да, да, сразу стали переформатироваться все учебники, оказывается, кентьянство — это плохо, и начался либерализм, монетаризм, глобализм. И прочие измы. Да, да, и тысячи профессоров в разных странах мира как попугайчики начали повторять, что либерализм — это спасение человечества. Ну, на самом-то деле, первое проявление либерализма — это фактически демонтаж цен, контроля над ценами. 1973 год. Энергетический кризис. Цена на черное золото держалась 100 лет. Арабы виноваты. Арабы, арабы, да, конечно, да. Ну, вы сами понимаете, какие тут апокрифы создавались для того, чтобы переключить внимание аудитории на арабов, да. На ОПЕК вот появился такой, значит, антикартель нефтяной. А семь сестер вообще уже исчезли из кадра. Интересные вещи, конечно. Вы, как представитель средств массовой информации, понимаете, как можно вешать макаронные изделия на уши публики. Особенно, если они хорошо приготовлены. Да, 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 да. Ну, а вы знаете, уже сколько там, три-четыре десятка лет вот эти макаронные изделия вешают. На самом деле, конечно... Причем везде, даже в ведущих экономических вузах, это везде. Да, да, да. Смотришь на этих людей, иногда думаешь, почему очень... Вы хоть понимаете, что то, что вы говорите, не имеете здравого смысла. Они в это верят. Это, понимаете, религиозное... Свято. Это евангелисты, в честном виде. Да, 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 да. Вот, так что вы меня с полуслова понимаете насчет опека, арабов и так далее. На самом деле, конечно, это интересная история. Там, конечно, надо начинать тогда уже с Киссинджера. Киссинджер, который... Система Петра Доллара. Да, да. Киссинджер, который спровоцировал арабо-израильскую войну. Киссинджер, который получил ХРМ от евреев. Киссинджер, который потом опять оказался в обойме. С него опять снято было это проклятие. Ну, в общем, понимаете... История... Джентльменский набор, да. Джентльменский набор. Зато Гринспон стал сэром. Да, 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 да. Ну, вот, вы упомянули слово дефолт. Это тоже очень интересно, потому что во всех учебниках пишется о том, что Соединенные Штаты объявили дефолт по своим обязательствам. Ну, мы как бы... У них таких и особых обязательств не было. Вы правильно говорите. Вот удивительно, с вами приятно беседовать, потому что вы слово понимаете, да. Короче говоря, я пытался выяснить, а где же обязательства? Значит, естественно, что у нас в наличии есть только устав Международного валютного фонда. Я еще пытался выяснить, какие документы подписывались на Бреттон-Вудской конференции в 44-м году. Короче говоря, ни в одном документе обязать Соединенных Штатов, обменивать золото до доллара нету. У меня, значит, одна студентка поехала на стажировку в США. Я говорю, Маш, у тебя одно только задание. Ты должна достать этот документ где угодно. Или, по крайней мере, получить ответ, что этого документа никогда не было. Она пошла в конгрессовскую библиотеку, сделала запрос, и ей сказали, что такого документа в природе не существует. Соответственно, можно смоделировать, как это все было. Как всегда. Жизнь по понятиям. Американцы пообещали, остальные поверили. Ну, единственное, кто успел, это были французы. Ну, понятно. Французы, видимо, не доверяли дяде Сэму. Правильно делают. Да. Поэтому некоторые меня студенты спрашивают, а почему же так народ-то не возмутился? Не вышел на улицу. Не вышел на улицу. Почему там президенты, премьеры там не объявили там свое ФЭ, американскую президенту. Не рукопожатым могли его назвать. Да потому что никаких обязательств не было. Просто потихонечку кинули. Остальные проглотили. Начали строить новую мировую финансовую систему. Вот. Это интереснейшее, конечно, занятие строительства новой мировой финансовой системы. Потому что сразу же начали создаваться финансовые рынки. Вот. В учебниках пишется о неких объективных законах развития экономики, что финансовые рынки это действительно... Без них никуда. Без них никуда. Ну, вы же сами понимаете. Я очень просто объясняю своим студентам, своей аудитории. Есть печатный станок. Значит, печатный станок выпускает продукцию под названием крашеная бумага. Крашеную бумагу надо сбывать. Для этого надо создавать спрос. А где? Понятно, на финансовом рынке. Или, скажем, на рынке черного золота. Но тогда надо, значит, там снять контроль над ценами на биржевые товары. А дальше там пошли деривативы. Вы знаете, я просто удивляюсь. Некоторые серьезные, даже доктора наук, пишут в своих книгах о том, что деривативы были изобретены в 80-е годы. Да это старо как мир. Старо как мир. Я люблю читать древесионную литературу. Любая долговая расписка дериватив, по большому счету. Конечно, конечно, да. Другое дело, что эти деривативы в основном использовались даже в 19 веке для хеджирования коммерческих рисков, рыночных. А сейчас деривативы стали просто неким инструментом спекуляции. Ну, короче говоря... Так все же, вот почему монетарные власти мира пытались, ну, до сих пор, скажем так, пытаются демонетизировать золото, чтобы о нем все забыли? А потому что золото конкурент доллара. А есть, будем так говорить, большая группа оксанеров Федеральной резервной системы, которые ставят именно на печатный станок. Они должны все выжать из этого печатного станка. Я условно... Может, Джипи Морган ли это? И один ли он из них? Вы знаете, сейчас, конечно, очень сложно все переплетено. Я могу сказать конкретно, чисто, скажем, Рокфеллеровский, чисто, скажем, Ротшильдовский банк из Уолл-стритовских. Голдман Сакс это Ротшильды в чистом виде. Скажем, Бэнк оф Америка это типично Рокфеллеровский. Чейз это тоже Рокфеллеровский. Но дело в том, что ФРС обслуживает не только банки Уолл-стрит, он обслуживает и банки Лондонского Сити. И, как правило, они там в скромной тени находятся, но они получают тоже серьезный подпись. Почему в скромной тени? Когда ФРС спасала банки в 2008-2009 году, оказалось, что за границу ушло в полтора раза больше, чем в США американский банк. Ну да, да, это вопрос, кстати, до сих пор подвешенный. 16 триллионов долларов за балансовая эмиссия. Вот, иногда, значит, меня укоряют в том, что я распространяю какие-то сплетни. Ну, извините, я не распространяю сплетни. Вы можете... Это официальная информация, которую получил Блумберг, который судил ФРС. Да, и потом... Из-за распространяй информации. Да, US Government Accounting Office. Да, да, 254 страницы отчета. Они висят в интернете. Можно почитать. Да, вот именно, да. Ну, на самом деле, это интересная вещь до сих пор. Кстати говоря, председатель ФРС Бернанке ничего члена раздельного не сказал по поводу этих 16 триллионов. Ну, там были же слушания в Конгрессе, и аудитор ФРС, она была на слушание приглашена, она тоже долго мычала, и все заканчивалось тем, что я не могу разглашать это государственная тайна. Ее уволили уже. Уже уволили, да. Уволили, да. Может, чуть лишнее усказала Конгрессу. Ну, просто, чтобы это не раздражало публику. Я видел этот ролик, да, забавный ролик, да. Как партизан на допросе. Ну, Бернанке примерно так же. Партизан на допросе, да. Ну, извините, 16 триллионов, это... Больше, чем ВВП США. Больше, чем ВВП США, да. И когда в прошлом году, значит, я пытался нашим депутатам объяснить, что мы не можем принимать, подписывать, ратифицировать договор о присоединении к ВТО, потому что у нас нет своего печатного станка, они нас просто закидают этими деньгами бесплатными. И добьют промышленность в конец. Да, 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 да. Просто аннексируют рынки. Ну, это же депутаты, ну, это же как со стенками разговаривают. Ну, безусловно, да. Ну, я пытался, я говорю, давайте хоть этот самый ликбез, какой-то финанс для депутатов начнем со следующего учебного года. Да, да, да. А курс будет вести товарищ Маузер. Ну, вот мы плавно перешли к второй части, вернее, теме нашей программы. Это центральным банком. Что это за мерзкое такое создание? Вот, на мой взгляд, есть две цитаты, которые прекрасно описывают суть системы центрального банка. Первая цитата приписывается Мейеру Ротшильду. Это «дайте мне печатать деньги страны, меня не интересует, кто пишет законы». А вторая цитата тоже из британской газеты. Дословно ее точно не помню, но она была опубликована, когда Линкольн ввел, так называемые, «Гринбаки». Да, «Гринбаки». Когда шла гражданская война, там было написано следующее, что это беспрецедентный пример того, как правительство может финансировать экономику, может расплачиваться своими долгами. И этот пример очень опасен, мы этого допустить не должны, вскоре его убили. Но об этом мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами. Снова в эфире, продолжаем тему золота и центральных банков. В гостях у нас Валентин Юрьевич Катасонов, доктор экономических наук, профессор МГИМО, председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова. Ну, второй жертвой, скажем так, желания выпускать деньги, а не облигации, правительственные облигации, так называемые Treasury Notes, стал товарищ Элэй Клинтон, он этот мерзает, еще жив. Вы имеете в виду Авраама Линкольна? Нет, Авраама Линкольна убили. Джон Кеннеди. Кеннеди, да. Ровно через сто лет, между прочим. Да, он тоже пришел к такой интересной идее, на самом деле абсолютно здравой. Если правительству нужны деньги, зачем брать в долг, когда можно их печатать? Беспроцентно. Потому что кто получает проценты? ФРС. Не только можно, но и нужно. И нужно. Потому что тогда они не нарушают американскую конституцию. Потому что в конституции написано черным по белому, что может быть деньгами США? Золото и серебро. Про ФРС там слова нет. Совершенно верно. И ведь, я не знаю, знаете ли вы или нет, но, по-моему, если не ошибаюсь, в 2010 году профессор, не помню, японский, из Токийского университета, он нашел третье решение, задавая проблемы государственного долга США. Ну, он монетарист, конечно, но он показал в следующей своей работе, что есть на самом деле три решения. Первое, дефолт. Второе решение, это обесценивание доллара, то есть обесценивание долгов. И третье решение, это выпуск казначейских долларов, то есть выпуск денег, которые не платят интереса. Это решит долговую проблему США, как он там показал, на тот период, где-то, по-моему, к 2018-2019 году, потому что сейчас, если я не ошибаюсь, в среднем по миру разных странах порядка 70% денег, которые выделяются на государственный долг, это обслуживание долга уже только одни проценты. И вот вопрос, тогда получается, система Центрального банка, это просто доильная машинка. Абсолютно. И все. Ребята сидят и собирают шекель и очень радуются. А еще, кстати, вот как вы относитесь к такой идее, что я позаимствовал у австрийцев, на самом деле единственная роль, помимо роли... Это Мюррей Ротборд, наверное, из австрийцев. Нет, 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 это было у самого Мизиса, если не ошибаюсь, что единственная функция Центрального банка в экономике, это искажение стоимости денег, что приводит как раз к пропузырям и усилению кризисов, и усилению влияния бизнес-цикла. Вот как вы относитесь к этой идее? Ну, в принципе, я хочу сказать, любой банк выпускает кредитные деньги. Кредитные деньги, это деньги, отягощенные процентом. Деньги, отягощенные процентом, неизбежно вызывают диспропорции в экономике. Потому что денег всегда не хватает для погашения денежных обязательств. В принципе. Это арифметика, это вообще начальная школа, да. И вот умные люди там где-нибудь в Базеле сидят и, значит, изобретают какие-то там Базеле. Один, два, три. Я называю это, значит, исполнение циркового номера, хотя, в принципе, конечно... Или ритуального обряда. Да, 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 да. И все вот удивительно просто. Это же спектакль, непрерывный спектакль. Или это самое, мы наблюдаем за сумасшедшим домом. Люди уже действительно перестали понимать, где белые, где черные. И на полном серьезе обсуждают, что они могут в Базеле... На самом деле вы подняли очень важный вопрос. Я не шучу, потому что я уже с этим бьюсь, ну, я не знаю, сколько лет. Я не могу решить, вот, экономисты, политики, они идиоты? Или это делается специально? Или они вредители, грубо говоря? Вот, я не могу решить для себя этот вопрос, потому что в зависимости от этого, соответственно, нормальный человек будет выстраивать свои отношения и с политиками, и с экономистами. И так к нему относиться, вот вы как считаете? Ну, вы знаете... Либо это просто уже такая театр абсурда, мелодрама. Я вам хочу сказать, что если вот есть на белом свете нормальный человек, нормальный человек кончил институт и неожиданно, скажем, ему делает предложение. Хочешь работать в центральном банке? Он приходит в центральный банк и ходит на работу вот каждый день, вот и до. И живет в этом мире, в этой среде. Через некоторое время у него дважды два становится три. Понимаете, тоже мозги съезжают. Я недавно с одним начальником разговаривал, серьезным, из центрального банка. Я сам работал в центральном банке. И он мне по секрету сказал, говорит, чтобы с ума не сойти, я преподаю. Потому что если не преподавать, говорит, крыша съедет. Я, между делом, тоже признаюсь, что все 10 лет, пока работал в центральном банке, преподавал. Иначе... Это уже антропология, это уже не финансы, да. Психиатрия, антропология, не знаю что. А почему? А почему? Неужели все настолько перевернуто и извращено в этом мире? Ну, а как? Конечно. Вот вы понимаете, вы затронули вопрос ФРС. Откуда взялась ФРС? Ведь Америка это страна достаточно пассионарных людей, умных. Действительно искренне желающих свободы. Полтора века ребята из Европы, банкиры, пытались навязать Америке центральный банк. Всю историю Америки до 13-го года можно и нужно рассматривать через призму борьбы за или против центрального банка. Если исключить этот фактор, то вообще история становится достаточно неинтересной и достаточно такой, я бы сказал, двухмерной. Вот, так что, а почему все-таки в 13-м году? Появились средства массовой информации, появилось высшее образование. У людей началась перезагрузка сознания. Да, был устроен небольшой кризис, по-моему, в 10-м году. Да, в 7-м, в 7-м году. В 7-м году, да, да. Началась агитационная кампания. Да, да, да. Морган оказался спасителем Америки. С британским золотом. Да, 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 да. Вот. Ну, в общем, любопытные вещи. И вообще финансы без антропологии изучать невозможно. Потому что, ну что такое финансы? Финансы это цифры. Требования, обязательства. Вот. То есть, некая кабалистика. А на самом деле, конечно, идет управление не цифрами, а человеческим сознанием и восприятием человеком этих самых цифр. Это интереснейшая вещь, но это уже... Да, да, нет, это... Это, на самом деле, очень правильно, очень интересную тему затонули. Потому что, если вот посмотреть на современную экономику, ну, что в ней есть? Ведь современные экономисты интересуют только две вещи. Кривая спроса, кривая предложения. Где они пересеклись, вот эта цена. А откуда они взялись? И что будет дальше? Ведь современные экономисты, так называемые, они вообще должны не задумываться. Их не учили думать так. Разве не так? Я три дня назад был на ГОСе. Вы, вернее, выпускной экзамен. Там один вопрос по финансам, а другой по экономической теории. Вот, значит, там человек отвечает. Кривая спроса, кривая предложения, цена. Ну, вы примерно представляете, как он отвечает этот вопрос, да? Я ему задаю вопрос, касающийся нашей сегодняшней темы, по золоту. Я задаю вопрос. Спрос на золото растет? Растет. Спрос на золото опережает предложение? Опережает. Цена растет или падает? Он на меня испуганно смотрит. Падает. Я говорю, ну, а как это экономическую теорию объяснит? Вот, понимаете, это же, это хуже, чем ЕГЭ даже, понимаете? Хуже. То есть идет дрессировка, люди просто запоминают. Они понимают, что от них хотят. Дрессированные сумки. Они даже не хотят даже золонуться над тем, как формируется цена. Ведь рынок — это виртуальная реальность, извините меня, а есть экономика реальная. Кстати, по золоту. Вот вы думаете, бумажный рынок и физический рынок золота когда-нибудь разойдутся? Я, честно скажу, не успеваю так глубоко следить за бумажным рынком. Я имею в виду рынком бумажного золота. Поэтому я поступаю хитро. Я даю своим студентам темы дипломных работ, где бы они писали про бумажное золото. Вот. Но пока не расходятся. Пока нет. Но, в принципе, могут разойтись? В принципе, ну, если это разойдется, то, извините, тогда крах мировой финансовой системы. Это не экстрадиарнальные события будут в мире финансов. А оно произойдет. Когда произойдет? Второй вопрос. По моим расчетам, не за горами. Потому что, на самом-то деле, многие уже институты объявили дефолт по требованиям по физическому золоту. Да. И при этом цена падает. Как вам это нравится? Вы понимаете, когда немцы, Бундесбанк, заявляют о том, что ему не дали проинспектировать свои запасы ФРС, под какой-то причиной, что там, типа, не хватает сотрудников для этого. Если так подумать, то после этого цена золота на следующий день должна была открыться с гэпом, ну, я не знаю, долларов 300-400. Ну, она продолжала и падает. Вы знаете, я раскопал анекдот. Но это не анекдот, это быль. Это быстро исчезло из всех сообщений интернетовских. Но я успел это ухватить. Помните, был где-то осенью прошлого года ураган. Кэтрин, что ли, или какой-то? Кэтрин давно был. А, значит, какой-то другой. Осенью. В октябре месяце. Конец октября. А, который ударил по восточному побережью? Да, который ударил, в том числе, по Нью-Йорку. Да, 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 был. Правда, потом мне пришлось изучать даже литературу, связанную с климатом, метеорологией. Смотрел даже картинки. Ну, это, конечно, было распиаренное событие, потому что, скажем, в Крымске наши известные события были намного серьезнее. Ночное интервью, которое берет CNBC, по-моему, у Бернанке. Значит, нам стало известно, что хранилище вот этого самого Federal Reserve Bank of New York затоплено. Он говорит, да, затоплено. Да не волнуйтесь, там нет золота. Он сказал, затоплено, и мы уже не можем выполнять свои обязательства перед немцами. Потом это исчезло. Ну, понимаете? А это, кстати, не анекдот. Понимаете, когда представитель Банка Англии заявляет, что у них золото, золотые слитки, оказывается, портятся, и они некондиционные, это тоже заставляет кое-очем задуматься. Это как золотые монеты Сбербанка, которые покрываются патиной, ни с того ни с всего ржавеют. Хорошо, что не плесенью. Понимаете? А вот хотелось бы, вот редкая возможность такая поговорить с умным человеком представляется в жизни сегодняшней, к сожалению. Вот существует такой аргумент, такой, я бы сказал, цикличный аргумент, самозацикленный, что особенно этот аргумент очень любит господин Кругман, великий экономист современности. Есть такой, да? Знаете, наверное, Нобелевский лауреат. Слышал, да. Слышал, да. Аргумент практически следующий, что США не стоит заботиться о долге. Госдолг, он вообще никакого значения не имеет, когда есть ФРС. Любое количество долга, которое выпустит Трежерис, ФРС купит. Поэтому даже не стоит задуматься над этим. Никакого потолка госдолга и государственного долга вообще в современной экономике значения не имеет. Вы знаете... Может, он забывает о процентах по обслуживанию долга, нет? Вот тут очень интересный и тонкий вопрос. Я достаточно долго писал о том, что до бесконечности долг расти не может, по той простой причине, что весь бюджет будет идти на обслуживание государственного долга. Одна из причин, да. Эти ребята пошли по другому пути. У них теперь деньги бесплатные. И я следил за статистикой той доли бюджетных расходов, которые идут на обслуживание. Она стала падать. Она стала падать, потому что у них... Опустили ставки. Да, ставки опустили. Ставки опустили. И фактически, я думаю, что основная цель именно для того, чтобы сделать перпетвум мобили. Перпетвум мобили, чтобы можно было... Ну, дело в том, что рано или поздно... Тут у меня, честно говоря, не хватает фантазии. Не хватает фантазии. Что можно дальше произвести? Ну, смотрите, ну, можно посмотреть, например, рынок госдолга Японии, как там резко выросли ставки, как только началась абиномика. Ну, если я ее по-другому называю, если там первые две гласных поменять местами, что случилось с рынком госдолга Японии? Резко выросли ставки. Но ведь происходит же... Мы должны прорваться на новостной ПЖФ. Оставайтесь с нами. Добрый день. Мы снова в эфире. У нас в гостях Валентина Юрьевича Катасонов, доктор экономических наук, профессор МГИМОН. Говорим мы о золоте и центральных банках. Ну, вот я, к сожалению, успел прервать свою мыслю, которую стал излагать. Ну, вот есть же ведь второй фактор, а именно, что когда у вас государство начинает заимствовать все больше и больше, то с рынка капитала начинает вытесняться частная компания, частный сектор. То есть он сможет заимствовать все меньше и меньше и меньше. Соответственно, у вас начнет снижаться налогооблагаемая база и такое вот схлопывание произойдет некое. Мне так кажется. Вы заметили очень интересную тенденцию. Выстраивается некая совершенно новая модель. Я бы даже сказал, некая новая модель мирового порядка. А финансовый порядок – это часть этого мирового порядка. Вот вы сказали о том, что, значит, вернее, вы со мной согласились, что процентные ставки снижаются. Это по активным операциям. А пассивным операциям они стали отрицательны уже в некоторых странах. Да. Это, извините, ростовщики сколько столетий трудились, выстраивали эту банскую систему, и теперь мы становимся свидетелями то ли развала, то ли планового демонтажа этой системы. Это не мелочи. Это совсем не мелочи. И это имеет далеко идущие последствия. И надо как-то понять, в каком же мире мы можем оказаться в ближайшее время. С моей точки зрения, конечно, это будет мир, который будет выстраиваться, как бы вам сказать, не на привычных товарно-денежных отношениях, а на прямом принуждении одного человека, других людей к труду и так далее. Ну, я это мягко выражаясь, политкорректно, это новый рабовладический строй. Вот на Греции опробовали, долговые рабы называется. Да. Долговое рабство. Совершенно верно. Совершенно верно. Вы прекрасно понимаете, что банковская система лишила всех стимулов, мотивов, традиционных механизмов своего функционирования. Банки все равно сохранятся. Об этом, кстати, говорил Гильфердинг примерно сто лет назад. Я думаю, он был посвященный, потому что он сформулировал свою теорию организованного капитализма. Он говорит, банки — это главный институт капиталистической экономики. Банки — это основа финансового капитала. Торговый, промышленный, он всегда будет под банками находиться. А банки — это те институты, которые организуют учет и контроль. Помните, классик говорил? Учет и контроль. Рабочий учет. И вот здесь социализм с капитализмом сходится. На самом-то деле. А вам не кажется, что ребятки мало перебрали, перегнули палку, и вот ту систему, которую они выстраивали 300 лет, она из просто рушится? А вот я и не могу понять, то ли она рушится, то ли она планово демонтируется. А вы знаете, я не думаю, что она демонтируется планово, потому что невозможно планово это демонтировать. В принципе, невозможно. По одной простой причине, что, как говорится, количество переходит в качество. И вот количество того, простите, дерьма, которое есть в банковской системе и дерьмовых банкиров, оно переходит в качество, потому что риски никто посчитает не в состоянии. Как мы это уже видели и видим снова. Регуляторы, они либо коррумпированы, либо просто бесполезны, не понимают, что они делают. Уже просто в банковской системе и на рынке никто не понимает, что вообще происходит. Что значит 1,4 квадриллиона деривативов по номиналу? Господа, никогда не задумывались в ВВП мира какой? Квадриллиона. И что с этим делать? Как можно вообще управлять портфелями деривативов? Даже компьютеры уже зашкаливают. Но ведь у ребят-то случилась страшная вещь. Они все это строили, строили, грузили всех долгом, грузили всех долгом. А потом раз, и маргинальная эффективность долга стала отрицательной. То есть вы грузите экономику дополнительным долгом, а вместо того, чтобы расширяться, она сокращается. Кто будет обслуживать весь этот долг? Греки, они выйдут на улицу, испанцы, они выйдут на улицу. Ну и привет мировому порядку называется. Как вы думаете? Есть, кстати говоря, ребята, даже из состава акционеров ФРС, которые предлагают на любой вариант. Обнулить все требования и обязательства. Обнулить. Обнулить? Да. Кто выживет, тот и выживет. Тому денежек дадим. А дальше золотишко вступает в игру. Наша вот любимая золотишко, да. Да, китайская золотишко, так называемая. Юань резервной валюты. Но это, по-моему, еще смешнее, чем... Ну, китайцы... Ротсвельды, конечно, подталкивают китайцев к золотому юаню, но китайцы хитрые, они хотят дружить с Ротсвельдами, но при этом золотой юаню не нужен. Но они хотят печатать деньги тоже. Да, 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 конечно, да. Но они изучали опыт, вон, Россия подсела на золотой рубль-то при Сергее Юльичевиче Вито. Я считаю, что это главный буревестник русской революции. Да. Просто он за кадром всегда. Согласен с вами, абсолютно. Ну, у нас осталось практически 7 минут. Хотелось бы просто услышать ваше мнение о нашем замечательном центральном банке. Я выскажу свое, интересно, вы согласитесь или нет. По-моему, это простой обменник. Режим currency board. Все. Никакую экономику он стимулировать не может, не должен и никогда не будет. И у него нет никаких функций для стимулирования нашей экономики. И самый главный инструмент, как вам кажется. Я с вами согласен, я везде говорю, что Центральный Банк Российской Федерации это филиал ФРС и обменник. А у обменника не может быть своей политики. Девушка, которая сидит в обменнике и меняет бумажки, она четко работает по инструкции. А если она где-то что-то нарушит, ее уволят. В лучшем случае. Или накажут. И посадят другую, более исполнительную девушку. Так что в этом смысле я не хочу углубляться в эту тему. Просто весь этот шторм дискуссий по поводу того, кто же станет главой ЦБ. Да хоть я не знаю. Голхозницу поставлю. Мне иногда тут оппоненты говорят, да вы посмотрите, там какое-то рефинансирование пошло. Я говорю, это не рефинансирование, это я говорю, глобарные кредиты. Это пирамида репо. Она, кстати, уже начала сыпаться снова, как в восьмом году появились уже дефолты по репованию. Я говорю, это не длинные деньги, это симптом того, что банк пытается этих мертвецов поддержать мертвецов. Потому что, чтобы у них не было кассового разрыва, они мертвецы. Но банк-то ложится когда? Когда у них начинается кассовый разрыв. А вот он их держит, всю эту тупую мертвую систему на плаву. Интересно будет, что будет, когда она рухнет? Где будет рубль? 43, 60. Или назовите любую цифру, там и будет. Да. Ну, меня иногда спрашивают, а что, как готовиться к этим временам? Золото, может быть, приобретать? Я говорю, ну, на всякий случай, конечно, не помешает золото, но мы же помним в истории конфискации. Придут товарищи в кожаных тузурках, напишут декрет. Поэтому тут готовых решений нет. Но ведь, например, в Штатах, когда объявили о конфискации золота, очень быстро появился черный рынок. Да, да, да. Поэтому золото можно было сдать, в общем-то, не очень сильно. Там, по-моему, равенство было 3-4%. Ну, в Советском Союзе тоже был черный рынок, я его прекрасно помню, но золото приравнивалось к валютным ценностям, соответственно, там наказание было по полной строгости, да. Я просто помню эти случаи, когда людей даже за торговлю вне стен, ну, просто вне комиссионки ювелирными изделиями, просто их там с работы исключали, из партии исключали. За решетку, правда, не сажали, но вот просто у меня были примеры живые. Ну, вот просто, если взять, например, опыт Аргентины 2001-2002 года, когда у них случился небольшой кризис, он показал, что золото там прекрасно ходило, прекрасно обменивалось, правда, в одном банке всего. А на базаре брали, кстати, весь ужас в том, что золотые монеты брали по цене лома за фрукты, за овощи и именно за еду. Ну, я не исключаю, что могут появиться стихии на другие какие-то товары, которые будут выполнять функцию средства обмена, эквивалента. Зубочистки Путина, например. Ну, а почему бы нет? А почему бы нет? Да. Это же деньги, они что, они должны сохранять все покупательные способности, правильно? На самом деле, это может быть знак, это не обязательно некий товар с внутренней стоимостью, но это уже зависит от степени доверия контрагентов друг к другу. В узком кругу, конечно, это будут знаки. Для широкого круга тут требуется уже товар с внутренней стоимостью. Что значит товар с внутренней стоимостью? Я просто не отягощен экономическим образованием, поэтому на самом деле это тоже несколько некорректное выражение. Вы хорошо, что меня на этом деле подловили, потому что внутренняя стоимость это тоже субъективное понятие. Это только Карл Макс говорил, что стоимость, она объективна. Она очень субъективна. Она очень субъективна. Это все делается для того, чтобы создать видимость, иллюзию того, что Марксова политэкономия, она является наукой. На самом деле стоимость, она также субъективна. Взять то же самое золото, скажем. Одно дело золото в России в начале века, другое дело золото, когда наши люди в 18-19 веке подходили на кораблях в Турцию и корабли держали там, не пускали народ на берег. Подъезжали лодочки и там булку хлеба меняли, скажем, на золотые кольца. Вот вам, другая цена золота. Так что все относительно. То же самое, как иногда эквивалентом денег у нас становится самогон или водка. То же самое в отдельных районах. Это же средство обмена, не более того, как-то эквивалент обмена. Эквивалент, да. Всеобщий эквивалент. Кстати говоря, если уж говорить про золото, то золото это наихудший эквивалент из всех. А почему? Это особая тема. Об этой проблеме золота или тайне золота писал Нич Володов. Русский генерал, русский историк, русский экономист. Вот «Разорение к достатку» называлась его книга. Она была посвящена критике реформы Сергея Ильича Витта. А потому что, смотрите. У нас буквально две минуты осталось. Да, да. Люди сосредотачивают в своих руках узкая группа людей золота. А этому золоту, как деньгам, противостоит товарная масса. Товарная масса растет, золотая масса не растет. Соответственно, покупательная способность каждой унции золота растет пропорционально экономическому росту. То есть это вот тайна золота. Я постарался эту тайну очень коротко заложить. Понятно. То есть поэтому так и получилось исторически тогда, что с 2013 года доллар потерял покупательную способность, что 97%, а золото ее только увеличило. Да, ты только сидишь на золоте и, грубо говоря... Над златом чахнет. Да, да, да. Вот откуда это пошло. Тайна золота, да. И практически тогда золото, если есть эквивалент деньги, если золото является единственными деньгами, то получается у вас в экономике начинает падать скорость обращения денег. Ну, конечно. И тормозится экономическое развитие. Конечно, конечно. Да, золотые деньги это самые ужасные деньги. Просто вы знаете, весь мир устроен так, что нам постоянно предлагают две альтернативы. Одна плохая, другая совсем плохая. К сожалению, о хороших альтернативах мы очень редко говорим. Ну, надеюсь, что вы еще придете к нам на передачу. Поговорим о хороших альтернативах. Да, да, да. Вот именно о том, как проводилась эмиссионная и денежная политика в Советском Союзе. Интересно, да. Это будет очень интересно послушать радиослушателям, депутатам. Депутатам, по-моему, бесполезно что-то уже слушать. Итог. У нас в гостях был Валентин Юрьевич Катасонов, доктор экономических наук, профессор МГИМО, председатель русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова. Программу вел Степан Демура. Берегите себя. Копите золото. Все равно весь мир на золото не купишь. Удачи вам.